Как вас зовут? Олеся. Как зовут вашего друга? Винни. Это мальчик? Это мальчик. Вы занимаетесь... Да, профессиональный питомник. Сколько у вас на данный момент живет? Дома 11. Это много для вас? Это комфортно. То есть я не хочу больше и мне комфортно. Скажите, пожалуйста, это получается как бизнес. Как вы отхорректиризуете этот бизнес? Такое, что вам хватает на жизнь, на хорошо жить? Знаете, это больше как такое затратное хобби, от которого ты не можешь... Это увлечение, ты постоянно этим живешь. То есть это как деньги. То есть это постоянно... Постоянного такого грубия. Прибыли нет. Если говорить это от рубли. Там, где есть прибыль, там нет качества, там нет рубли. А у всех заведчиков, то есть те, кто любит собаку, породу, то есть... В общем, это всегда проблема. Выйти из этого невозможно. Сколько вы занимаетесь уже собакой? Уже больше 10 лет. Вы разводите собаку, да? Ну, это не очень подходящее слово. Мне больше нравится занимаетесь. Ну, я имею в виду, вот первая собака была, когда появилась. Сколько тогда же или раньше? Вот вообще собака? Вообще собака? Вообще собака. Я сколько себя помню, сколько были собаки. Собаки были всегда. Просто у вас были собаки, потом в один момент вы решили заниматься, да? Ну, да. Да. Почему? Вот как пришло это решение? Ну, я даже не знаю. Просто вот интересно. Просто собаки были хорошие выставки. То есть это, я же говорю, это как хобби, это как влечение, которое переросло, в общем-то, такое уже, скажем, постоянное занятие. Вы занимаетесь только этой породой или у вас разные? Йорки и шпицы. Это все маленькие собаки. А почему именно такие собаки? Вы же выбирали как-то? Ну, я даже не знаю. Наверняка они меня выбрали. Расскажите, что ли я? Ну, как история? Потому что такого особой истории, особой какой-то там нет. Мне брат подарил как-то давно в городе. И с этого все началось. Он оказался очень хорошим, породным, красивым. Вот дальше все и началось. Есть какая-то порода собак, которую бы вы никогда не забезлила? Я никогда не думала об этом. Я вообще считаю, что собаки – это подарок человечеству, поэтому они все прекрасны. И здесь каждый, кто имеет собаку, вам может рассказать, что его порода самая лучшая. То есть каждый любящий собаку, он просто болеет своей породой, поэтому... Это даже некорректно, осуждать какую-то собаку. Это очень некорректно. Ну, может, большая, знаете, кто-то не может... Наверняка, если бы у меня появилась большая оборода, я бы ее полюбила. Не любить собаку невозможно. Ну, сразу характеризует человека, я считаю. Либо человек не знает собаку, и просто, ну, как бы, не... Ну, не знает, знаете, и говорит там «я не люблю собаку». Просто не знает, что он говорит. Либо же это характеризует то, что человек действительно очень плохой. Не любить собаку невозможно. А характеризуйте ваши породы, какие вы их характеристили? Питц – идеальная, скажем так, идеальная семейная собака, которая действительно улучшает настроение, которая, я не знаю, если есть дети, то они с ними одной энергетикой. И они, ну, это просто какая-то, знаете, вот идиллия идет, такая энергетическая, вот, общение. То есть, ну, они идеальная компонент. Нью-Йорк – это продолжение хозяина. То есть, это идеальнейший компонент, который чувствует себя частью хозяина, который... Вы будете там, я не знаю, читать книгу, делать урод, заниматься чем-то, он будет с вами это делать. Вы будете танцевать, он будет с вами танцевать, вы будете читать. Ну, все, что вы делаете, он, как бы, продолжает это. То есть, где бы вы ни находились, он будет... Все одно, где вы будете находиться, вот в Монте-Карло, в каком-то болоте, я не знаю, это... Это неважно, где вы будете с хозяином. То есть, идеальнейший компонент. Плюс, терьер. Терьеры всегда... Другие терьеры, они всегда отличаются сообразительностью, умением соображать. Идеальная собака вообще во все отношения. Очень любит тактильный контакт с человеком. То есть, ему важно, вот, находиться где-то рядом, чтобы это было... Прикосновение и так далее. То есть, как бы, брать такую собаку и оставлять ее одну дома, это, ну, как бы, нельзя. Лучше и везде за собой. В общем-то, вот так вот. И что еще могу сказать о собакам? Это действительно люди потом... Я слышу одно и то же. Одну и то же фразу. Как мы без нее или без него жили? Все. Вот, это то, что характеризует вообще собаку. Они нужны, они... Я не знаю, как, честно, вот вы меня спрашиваете, я не знаю, как без них. Вот, как без них можно жить. Вот такой вопрос. Вы, там, принимаете роды, да? У вас рождаются эти песики. Потом наступает момент, когда их нужно отдавать в чужие руки, ну, продавать. Как вы переживаете этот момент? Знаете, за многие годы я уже научилась распознавать людей. Не всегда, конечно, это происходит. Не всегда. Но зачастую для меня это тоже еще такая радость, потому что эти собаки попадают... Ну, скажем так, я прогнозирую и вступлю. Всегда, как бы, это происходит. Что они попадают в очень хорошие семьи, их любят, их бывают. Некоторые даже ими просто живут. То есть они там фактически заменяют детей и так далее. То есть доходят уже там до какого-то такого, знаете, фактически очеловечивания обычного. То есть когда пишут, присылают фотографии, смс-ки, звонят и говорят, что... Ну, я говорю, такую фразу, как мы без нее или без него жили, то есть что это приносит огромную радость. То есть, конечно, это вдохновляет. В общем-то, у меня тогда даже вот радость, ну, большая радость, когда они попадают в хорошие семьи, это радость. Легко расслабить. Да, то есть не то чтобы легко, но с радостью, с тревогой сначала, но потом, как бы, когда приходят уже первые известия, звонки и так далее, и так далее, то есть я общаюсь постоянно с хозяевами, с владельцами собак. То есть уже и меня радует, что они получат эту радость. Ну, такая ответная реакция, что мне нравится. Говорят, что когда вот рождаются щеночки, у них разные характеры, да? Даже могут быть из одного какомета, но... Абсолютно, да, они все разные. А вот чувствуется вот этот момент, что и разные люди же приходят, и вот по характеру совпадают, когда там щенок и, вы знаете, или этого нет? Нет, вы не поверите, то есть бывает такое, что иногда, как вам сказать, тут самое важное, вот когда приходит человек за собакой, чтобы почувствовать, что она ему нужна. Потому что она действительно, что это не какой-то сиюминутный там порыв, потому что это не какая-то, вы знаете, вот там, сейчас захотела потом, что эта собака будет ему нужна. И в дальнейшем, в дальнейшем они просто становятся уже как бы единым целым. Они становятся очень похожими, то есть очень похожими. Собака приобретает черты человека, или человек приобретает черты где-то? Обоюдно где-то, ну, больше, конечно, собака, потому что она подстраивается под человека, она принимает его привычки, его какие-то эти... И где-то... Ну, я вам так скажу, допустим, вот мое наблюдение, что Йорков выбирают, допустим, люди более такие, знаете, они, как бы сказать, доброжелательные какие-то, знаете, вот такие вот, которые любят общение, то есть... Ну, я даже не знаю, но они становятся, конечно, похожи. Я не знаю, как ответить на ваш вопрос, но это просто чувствуется по какому-то состоянию, что собака нужна, и ее занимаются, и ее любят, и ее... Ну, то есть все сложилось. То есть собака попала в шоколад, что я могу сказать. Провалилась в ванну с любовью, и там все происходит правильно, и все хорошо.